Привет! Рада видеть вас на своём канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ну что, ребят, поговорим мы с вами о канале Аня Настя Лайв и обсудим их новый видос. Вышло два видеоролика, но я пока посмотрела один. Харьков, доставка, золотая рыбка разочаровала. Настя чуть не подавилась. Мукбанг, суши. Слушайте, это просто целый концерт. Вот. Сидит, значит, Настёна. Анька решила её посадить одну. Сама, видать, поняла, что не влезет, да, в экран. Ну и, значит, Настенька рассказывает, что заказали они суши, да, в золотой рыбке. И говорит, что спросили, какие у вас будут там пожелания, предпочтения. Ну и она сказала, что мы будем снимать Мукбанг на Ютуб. И якобы, чтобы всё было вкусно и всяко прочее. И, значит, сели они есть. Вернее, Настенька. Все остальные ели там за кадром. Ну, понятное дело, что Аня тоже ела, потому что она тоже там сидела и возмущалась. Ну, а Настенька возмутилась и сказала, что якобы Мукбанги снимают все. Действительно. А что мы видим? Мы видим сидящую, растрёпанную девушку в помятой какой-то толстовке, худи. На фоне окна грязная тюль, то ли это такой цвет неравномерно на окне висит, кровать незаправленная. В общем, как неряха сидит, значит, еды абсолютно никакой не видно. Только видно её и её возмущённое лицо. Ну, и в конце Кости показали. Кости в роллах. Ну, и то ей невкусно, и это невкусно. Ой, а Кость, говорит, у меня в горле застряла. Какой ужас! Это же надо! Заказали, вот мы это всё скажем. А сейчас, говорит, уже поздно. И не позвонишь туда, и не выскажешь, что такую ерунду им подсунули. И это же надо, говорит, как же так можно? Мы же сказали, и не тот сет им собрали. Они просили одни, которые подороже, и якобы заплатили, и их уже обдурили. А им подсунули другие, которые подешевле. И прям, ну вот что-то надо делать, прям что-то надо с этим делать. Знаете, что я думаю? Я думаю, они явно отправят этот видеоролик, как и планировали, в эту доставку, откуда им доставили суши, и чтобы им бесплатно целый сет за это дали. Девки-то продуманные. Продуманные! Нет, я не знаю, там Кости должны, не должны. Ну, собственно, не должны. Но я не думаю, что они там говорили, да, про то, что они собираются снимать видеоролики с мукбанком. Хотя, может, и говорили, рассчитывали на халяву или на скидку ради пиара этого суши-бара, суши-доставки. Ну, такое тоже может быть. Но я не увидела, ребят, никакого мукбанка. Я увидела сидящую неряшливую девку на незаправленной постели на фоне грязной тюли и висящей лишь бы как. И собака рядом чуть ли там не ела с их тарелки. Нет, собака, как всегда, как я всегда говорю, да, что это самое милое существо, да, у них в видеороликах. Потому что, ну, наверное, это самое приятное, на что там можно посмотреть. Потому что больше ничего приятного на канале я, собственно, не вижу. Ну, и знаете, я же всё время вспоминаю эти пьяные стримы, где сидели, орали, лишь бы что. Я, ребят, всё время вот перед глазами вижу эту картину, вижу эту Настёну, которая орала под шофе. Такую фигню, ну, просто жесть. И тут уже обрисовываешь себе картину, что из себя представляют эти девки. Правда же, ребят? Ну, за кадром Аня тоже сидела и возмущалась. Ой, тут какая-то копчёная рыба, они невкусные. А да они солёные и всё прочее. Ну, та-то постоянно возмущается, та постоянно обозлённая, у неё постоянно недовольный взгляд, как будто ей всё должны. Ну, и Настенька решила себя показать принцессой, жаль, на голове короны не было. И ещё, знаете, чё я вот вспомнила? Они в поисках одежды, да, патриотической. А чё это патриотки такие, да, которые ищут патриотическую одежду, не говорят на родном языке? Или они родной язык не знают? Как же это так? Такие патриотки, такие у них эти пьяные стримы патриотические, так орут, так орут в пьяном угаре и в трезвом, ищут патриотическую одежду, а на мове почему-то не разговаривают. А что ж такое, девочки? Или вы не выучили свой украинский язык? Мне-то, собственно, и на русском языке неграмотно говорят. Нет, ну, это понятно. Если живут они в Украине, то, понятное дело, чисто русский язык недоступен. Я знаю по себе, потому что я изучала в школе русский язык. Я говорю на русском и говорю у себя на русском. Но всё равно ударенье у меня некоторые идут явно не на русском. Я могу говорить и неправильно ставить ударенье именно так, как говорят у нас. И здесь, как бы, то, что они там ударенье ставят неправильно, да, когда говорят на русском языке, здесь я, как бы, не вижу ничего такого. Но меня больше удивляет, как же такие патриотки, визжащие в пьяном угаре, такую чушь. Чушь, сами понимаете, в какую сторону. Ну, я думаю, вы знаете, стримы их видели, пьяные стримы. Причём хочу сказать, что когда алкостримы, видишь, мужики снимают, то это не так отвратительно. Хотя, ну, отвратительно, да, это не может быть неотвратительно. Но в сравнении, когда пьяная девка сидит, визжит и бухает, вот это уже просто грань, это уже просто никуда не годится, это уже просто самое настоящее дно, просто помойка. Короче, не устроили суши роллы девочек-припевочек номер два и решили, что что-то надо делать, потому что это не дело. Когда кости в горле застревают и ещё нам расковыряли, значит, и показали, что там есть кости. Хотя мне показалось, что это не кости, а волокна от рыбы. Ну, не знаю, не знаю. Так хотелось выпендриться, так хотелось выпендриться. Ну, а выпендрёжа не получилось и мукбанга не получилось. Какое-то, опять же, ребят, позорище. Собственно, мне кажется, что девочки-припевочки-то и снимать ничего не умеют. У них нет порядка в съёмках, качества нет абсолютно никакого. Да и не умеют они себя вести в видео и в комментариях. Ещё те хамки. Действительно, на них посмотришь, и невозможно поставить положительную оценку, при том, что понимаешь, что это девушки, молодые девушки, и такое поведение, ну, просто жесть. И это не значит, ребят, что они беженки, и это не значит, что они из Украины. Нет, это не национальность. Как я всегда говорю, не вероисповедание. Это просто культура, воспитание. Ну, и прочие качества, которые как раз-таки есть во многих людях, и это не зависит от национальности. У меня очень много подписчиков из Украины, порядочных людей, и не таких хамок, как эти две дамочки, девочки-припевочки, которые, кроме как бухать, хамить и при этом себя постоянно выгораживать, напялив на головешке свои короны и возомнив себя царицами Ютуба, ничего не умеют. В общем, мои хорошие, пишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии, оставляйте своё мнение. Ну, а я хочу напомнить, что это лично моё мнение, и я его никому не навязываю. И на этом я буду заканчивать и прощаться с вами. Всех вас обнимаю. Всем пока-пока.